Большая победа маленькой Шойны. Наш следующий материал об инициативных жителях заполярной глубинки, которые решили продвигать арктический туризм. Первым шагом стала разработка бренда села. Причем проект Валентины Малыгиной, именно ей принадлежит идее по развитию населенного пункта, признали лучшим на всероссийском конкурсе «Моя страна, моя Россия». Подробности прямо сейчас. Когда в иллюминаторе появляется Шойна, невольно приходишь в восторг. Белое море, а кругом песок. Недаром это место называют северной пустыней планеты Земля. У вертолета нас встречает Валентина Малыгина. Молодая глава, очень активный человек. Не так давно она выиграла престижный всероссийский конкурс «Моя страна, моя Россия». Высокую оценку профессионального жюри получил ее проект по созданию бренда Шойны. Шойна достаточно уже популярна, но как раз создание бренда позволит популярности добавить. Это как раз у нас создана творческая мастерская, где мы впоследствии собираемся изготавливать различную сувенирную продукцию и, соответственно, можно будет ее маркировать созданным брендом. На сегодняшний день у нас подана заявка в проектный офис развития Арктики на получение гранта, для того, чтобы этот бренд зарегистрировать. Кстати говоря, гранты здесь вполне привычное дело. Не так давно в селе появился ТОС «Будущее Шойны». За счет средств полученной поддержки удалось начать благоустройство территории. Активные жители планируют оборудовать набережную и небольшой сквер, а также привести в порядок мемориал в память о погибших в годы войны земляках. А для досуга местных жителей в рамках еще одного гранта закупили комплекты лыжного оборудования. Зимой их будут давать в прокат на безвозмездной основе. Очень счастливы и довольны, потому что уже реализовано. На данный момент много проектов. И мы планируем на перспективу еще участвовать везде и всюду, где только сможем, чтобы нашим жителям, нашим детям, молодежи было здесь комфортно. Сегодня здесь завершается монтаж арт-объекта «Я люблю Шойну». А в сентябре для маленьких жителей Песчаной Жемчужины установили детский городок. Средства на его приобретение собирались со всей страны с помощью краундфандинговой площадки. В итоге удалось получить более 480 тысяч рублей. Это половина стоимости городка. Еще половину средств выделили из бюджета Заполярного района. Теперь у ребят появилось любимое место для проведения досуга. Нам нравится на этих точилях. Больше всего. И все за них делятся. Но сельский дом культуры дети, конечно, не забывают. Здесь для маленьких творцов открылась мастерская кудесы. Ребята занимаются декорированием, рисованием, а в скором времени начнут шить и вязать. Материалы для творчества закупили в рамках реализуемого социокультурного проекта «Возрождение. Путь к истокам», ставшего победителем четвертого всероссийского конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел». Ром Шойну ставят в пример другим муниципалитетам. Планов у активистов еще громадье. Алина Ваучейская, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север», село Шойна, Ненецкий округ.